Сегодня мы разберем, как правильно подобрать дозировку омега-3, чтобы поддержать здоровье сердца, мозга и всего организма. Омега-3 – это незаменимые жирные кислоты, которые мы получаем из пищи или добавок. Но сколько их нужно именно вам? Это зависит от возраста, образа жизни, питания и даже места проживания. Давайте разберем все по порядку, чтобы вы могли сделать осознанный выбор. Итак, для детей от 2 до 12 лет. Если у вас есть дети, важно позаботиться об их здоровье с раннего возраста. Омега-3, а именно кислоты ЭПК и ДГК поддерживают развитие мозга, зрения и иммунной системы. Для малышей от 2 до 6 лет рекомендуемая дозировка 200-400 мг ЭПК и ДГК в день. Для детей постарше от 7 до 12 лет – 250-500 мг в день. Когда стоит выбрать дозу побольше? Если ребенок активно занимается спортом, много учится или в его рационе почти нет жирной рыбы, например, лососе или скумбрии. Но важно, перед началом приема добавок обязательно проконсультируйтесь с педиатром, особенно если у ребенка есть хронические заболевания. Здоровье малыша на первом месте. Для подростков от 12 до 18 лет. Подростковый возраст – время активного роста экзаменов и спортивных тренировок. Омега-3 помогает справляться с умственными нагрузками и поддерживает здоровое сердце. Рекомендуемая дозировка от 500 до 1000 мг ЭПК и ДГК в день. Если ваш подросток готовится к экзаменам, занимается спортом или испытывает стресс, лучше ориентироваться на верхнюю границу около 1000 мг. А вот если в рационе есть жирная рыба, например, 2-3 порции по 100-150 г в неделю, дозировку можно снизить до 250-500 мг. Важный момент – выбирайте только сертифицированные добавки, очищенные от токсинов. И если планируете дозы выше 750 мг, лучше посоветоваться с врачом. Это особенно важно для подростков с депрессивными состояниями или с синдромом дефицита внимания. Омега-3 может помочь, но только под контролем специалиста. Для взрослых от 18 до 60 лет. Омега-3 – это ваш союзник в поддержании здоровья сердца, суставов и мозга. Но дозировка зависит от ваших целей и образа жизни. Базовая дозировка для общего здоровья – от 500 до 1000 мг ЭПК и ДГК в день. Это минимальная норма, рекомендованная ведущими мировыми организациями, такими как Американская кардиологическая ассоциация. Если вы хотите защитить сердце и сосуды, например, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, дозировку можно увеличить до 1000-2000 мг в день. А если вы боретесь с воспалениями, например, при артрите, могут понадобиться более высокие дозы – 2000-3000 мг. Но такие дозировки обязательно согласовывайте с врачом, чтобы избежать риска кровотечений. Если вы регулярно едите жирную рыбу – 2-3 порции по 100-150 г в неделю, дозу добавок можно снизить до 250-500 мг. Отдельное слово для вегетарианцев и веганов. Выбирайте добавки на основе водорослей. Они содержат ДГК и полностью растительного происхождения. И еще, если вы беременны или кормите грудью, омега-3 особенно важна для развития мозга малыша. Рекомендуемая доза – 650-1000 мг в день, с акцентом на ДГК, но только после консультации с врачом. Для пожилых людей старше 60 лет. С возрастом омега-3 становится еще важнее. Она помогает поддерживать ясность ума, защищает от когнитивных нарушений, таких как деменция и заботится о сердце. Рекомендуемая дозировка – от 1000 до 2000 мг ЭПК и ДГК в день. Если вы хотите поддерживать когнитивные функции, например, для профилактики деменции, лучше ориентироваться на 1000-1800 мг с акцентом на ДГК. Она особенно важна для мозга. Если рыбы в рационе мало, держите дозировку на уровне 1000-1500 мг. Но будьте внимательны, многие пожилые люди принимают препараты, разжижающие кровь, например, аспирин или варфарин. В таких случаях дозы выше 1000 мг требуют консультации врача, чтобы избежать риска кровотечений. Как влияет место проживания? Где вы живете, тоже имеет значение. Если вы в северных районах, где световой день короткий, а рыбы в рационе мало, омега-3 особенно важна. Она не заменяет витамин Д, но дополняет его действия. В таких условиях ориентируйтесь на верхнюю границу дозировок, например, 1000-2000 мг для взрослых. И не забудьте про витамин Д. От 800 до 2000 международных единиц в день, но только по рекомендации врача. А вот в южных регионах, где рыба такая, как лосось или скумбрия, часто на столе, дозировку можно снизить. Если вы едите 2-3 порции жирной рыбы в неделю, достаточно 250-500 мг омега-3 в день или даже можно обойтись без добавок. Образ жизни и омега-3. Ваш образ жизни тоже играет роль. Если вы активный человек, занимаетесь спортом, много работаете головой или живете в ритме многозадачности, омега-3 поможет быстрее восстанавливаться и поддерживать концентрацию. В таких случаях выбирайте дозировки ближе к верхнему пределу – 1000-2000 мг для взрослых, а для спортсменов при интенсивных тренировках даже до 3000 мг, но только под контролем врача. Если вы ведете сидячий образ жизни и ваше питание сбалансировано, достаточно 500-1000 мг в день. Но если рыбы в рационе почти нет, лучше ориентироваться на 750-1000 мг, чтобы покрыть потребности организма. Важные советы напоследок. Если вы планируете принимать омега-3 в дозировках 2000 мг и выше, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Высокие дозы могут усилить действия лекарств, разжижающих кровь, таких как аспирин или нестероидных противовоспалительных препаратов. Выбирайте только качественные добавки. Обратите внимание на показатель 2-ТОКС. Он должен быть ниже 26. Это говорит о низком уровне окисления. И всегда проверяйте сертификаты качества. Ваше здоровье того стоит. Если вы сомневаетесь, подходит ли вам омега-3 или какая дозировка нужна, сдайте анализ на индекс омега-3. Он покажет, есть ли у вас дефицит и поможет подобрать точную дозу. Омега-3 – это не просто добавка, а важный элемент для вашего здоровья в любом возрасте. Подбирайте дозировку с учетом ваших потребностей, питания и образа жизни. Заботьтесь о себе и будьте здоровы. Если вам понравился этот разбор, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь с друзьями. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok